Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожары ИЧС с начала года спасатели совершили более 2000 выездов. За это время на пожарах погибли 5 человек. 19, в том числе и один ребенок, пострадали. Почти 600 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник неизвестный решил пожечь микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Инцидент произошел на улице Широкой. Причем вспыхнула машина 1996 года прямо в салоне. Видимо, Вадис и решил не до конца закрывать окна на ночь, за что и поплатился. Теперь ему придется поменять панель приборов, обшивку потолка и сидений. Наравне с пожарами и серьезными происшествиями работникам МЧС приходится выезжать и на довольно простые вызовы, порой носящие курьезный характер. В тот же вторник, но уже днем, испугавшийся чего-то кот нырнул под лестничный марш подъезда. А выбраться самостоятельно уже не смог. Происшествие произошло в одном из домов по улице Русиянова. Взволнованные прохожие шли на различные ухищрения, но самостоятельно излезть животное не смогли, после чего обратились в службу 101. При помощи спецоборудования спасатели освободили животное из заточения. В результате инцидента кот остался цел и невредим. Как действовать в самых различных чрезвычайных ситуациях, в том числе и подобных, расскажет бесплатное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещение об опасности и рекомендации по действиям в режиме онлайн. А вот в среду днем огненная стихия разбушевалась на балконе квартиры по улице Горовца и заброшенного с вышележащего этажа окурка. Когда спасатели приехали к месту вызова, балкон вовсю полыхал, однако в квартиру огонь не проник. Двери хозяин квартиры перед выходом на работу предусмотрительно закрыл. Пожар спасатели ликвидировали в течение 10 минут после поступления вызова. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Утром четверга образовались пробки на проспекте независимости. Всему виной серьезное ДТП с участием трех автомобилей – легковушек Рено Твинга и Фольксваген Пассата грузового автомобиля МАН. Работниками МЧС с использованием специнструмента из легкового автомобиля Рено было деблокировано и передано медикам пассажир 92-го года рождения. Ее с тяжелыми сочетанными травмами доставили в больницу, где от полученных травм девушка скончалась. Также в ДТП пострадали водитель Рено 89-го года с диагнозом ЧМТ легкой степени, перелом правого плеча и правого бедра. Водитель Фольксвагена 64-го года рождения с диагнозом ЧМТ легкой степени, закрытый перелом 3-5 ребра и ушиб грудной клетки. И водитель грузового авто 57-го года рождения с диагнозом ЧМТ средней степени тяжести. Все трое также были доставлены в больницу. В воскресенье утром на проезжей части на пересечении улиц Червяковой и Вереслуцкой разгорелся голливудский блокбастер с трагическим концом. В результате преследования экипажем ГАИ легкового автомобиля Ниссан Премьера, водитель которого предположительно находился в состоянии алкогольного обкинения, произошло столкновение японца с автомобилем BMW X3. После аварии Ниссан отбросило в дерево. Водитель из покореженного авто выбрался самостоятельно, а вот девушка 77-го года рождения сделать того же не смогла. В результате сотрудникам ГАИ пришлось вызвать на помощь спасателей. Работниками МЧС при помощи спинсинструмента из салона автомобиля Ниссан была деблокирована пассажир. Она с тяжелыми сочетанными травмами была передана бригаде скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Врачами была констатирована смерть девушки. На этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!